Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналия и сегодня у нас будет покупка, точнее спасение старой породы. Я не помню, по-моему это будет кстати первое видео, хотя лошадей уже убирали много, но я вот сейчас буду снимать как буду выкупать нынешнюю породу, которую будут убирать. А с вами сегодня аккаунт Даша Панихом, спасительница старых коней. Ну не всех, но большинство. Так что старайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали. Да, сегодня немножечко такое у меня расслабленное состояние, это все в зависимости от аккаунта. На каждом аккаунте я ощущаю себя по-разному. И вот эта Даша, она спасает вот этих вот бедных лошадок, которые их убирают. Там будем считать, что их продают. И мы их больше не увидим на Юрвике. Мураб, кстати, одна из любимых моих лошадок полторашнего поколения. Тут очень классные масти, такие как вот этот серый, гнидой. А здесь просто очень классные сочетания. Ну и вот это еще милашное. У меня есть на основе мураб. И может быть я куплю еще одного мураба, но это пока под сомнением. Так что давайте мы сегодня будем их спасать. Гриву я меняю в очень редком случае, но всем этим четырем красавчикам я ее трогать не буду. Меня устраивает их натуральный, естественный внешний вид. Так, давайте посмотрим. Ты вот допустим будешь кобыла. Как мы тебя назовем? Я вообще сейчас как-то по-быстренькому буду стараться их называть. Так. Ну я постараюсь. Бархат, беглянка. Так, сейчас, 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 сейчас. Вот, будет бархатная беглянка. Кобылка. Покупаем. Да. Вот на самом деле еще эти старые модельки и вот эти вот видеоролики, это реально выглядит так, что она, ну вот выкупает, как будто их там, я не знаю, с завода, с бойни. Это очень мило. Не знаю, как еще это сказать. Так, мы купили одну. Вот у нас отметили, что она уже есть. Кстати, каждая из них стоит 295 старкоинцев. Мне должно хватить вроде бы, кстати, сколько у меня. Да, у меня точно хватит, это отличная новость. А у меня накопилось, потому что я не покупала всех морганов. Я двух не купила. Так, тебя теперь мы будем называть. Что-то белочка. Хотя, знаете, прямая белочка мне нравится. Ой, нет, верни. Не туда нажала. А, как она называлась-то? Белочка. А, на английском печатаю. Есть ли среди вас, кстати, тоже те, кто чисто из жалости покупает некоторых старых лошадей? Потому что жалко, и они как бы... Ну, имеют некое не место в вашем сердце. Я забыла, какое там слово было. По-моему, безрассудная. Нет? Надо посмотреть сейчас. Безумная. Ведь безрассудная. Бархатная безрассудная. Безумная белочка. Хе-хе. Нет, нет, нет. Нет, давай ты будешь не белочкой все-таки. А... Булочка, буря, бусинка, бухта. Белинка. Ласаби, батрушка, вафелька. Безумная были... Нет, почему здесь нельзя самому называть? Вихрь, вишенка, вишня. Воительница. Безумная воительница. Тоже пусть будет кобылой. Не знаю, почему хочу. Хотя я смотрю, это мальчик, но ладно. Давай будет. Безрассудный. Во. А почему тут воина нету? Я бы назвала воин. Восход, восплеск. Безрассудный всплеск. Нет. Высь. Безрассудный... Нет, это мальчик. А-а-а. Давай, давай, Даша. Думай, 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 думай. Как бы его назвать-то? А-а-а. Голубка. Голубь. Нет, ну как у голубь. Гонщик. А-а-а. Грация, грязь, грива. Безрассудная грива. Ладно, у него такие светлые грива. Да, купить. Еще одна лошадь. Спасаем и забираем к себе в конюшенку. О-о-о. Я правда, я уже сильно соскучилась по старым моделькам, но теперь понятно, что самые первые модельки лошадей уже совсем к нам не вернутся. И это очень грустно. Я очень тоскую по ним. Я начала по ним очень сильно тосковать. Так. Кто тут у нас? Брянда, Друга, Лужок, Дух, Душенька. Очень сложно, потому что имена в голове некоторые держатся с основного аккаунта и как бы не запутаться. Хотя, в принципе, ничего страшного, если я назову одинаковыми именами. Спортивный. Не. Так, давай что-нибудь. Ой, 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 титановая. Не-не-не. Тайная. Тлеющая. Тропическая. Туманная. А почему на... Их. Почему, их. Нету-то. Строптивый. Давайте это будет строптивый закат. И не важно, что здесь нету строптивого. И строптивый закат. В общем, это будет жеребец, и я ничего не знаю. Тоже покупаем. Ой, вот этот прям очень красивый. Наверное, я хочу купить на основу. Хотя, зачем, не знаю. Я недавно спасла одного Моргана к себе на основу. Неужели еще одного сейчас куплю? Причем масть, по-моему, то ли одинаковая, то ли похожа. Так, вот мы и спасли уже трех лошадок. Остался последний Мураб. Мой самый любимый серый этот будет. Ну, жеребец. Я не люблю выбирать Меринов. Сумеречный. А давайте... Ястреб. Сумер... Не, не сумеречный. А я назову, наверное, как началку у себя на основе. Серебряный ястреб. Сиси. Серебристый я. А серебристый... Нету. Серебряный ястреб. Давайте это будет серебряный ястреб. Все. У меня раздражают эти окончания. Итак, все. Да, нажимаем. Жеребец. Покупаем. Ура! Ребята, мы спасли с вами всю уходящую породу Мураб. Возможно, которых когда-нибудь нам добавят обновленными. Но это уже неизвестно, будет или не будет отправиться в конюшню. Так, вот мы и купили всю породу. Спасли всех четырех лошадок. Достаточно симпатичного вида. Ну, конечно, на вкус и цвет. И это очень прекрасная новость. Мой персонаж очень счастлив этому. Потому что спасать лошадей это приятно. Особенно, когда есть возможность. Но у нее осталось еще 905 старкоинцев. И я надеюсь, что... Во-первых, у нас еще есть время. Прежде чем будут убирать следующих. Да, лошадей становится все меньше и меньше. Вот, так что давайте поедем на конюшню. Посмотрим, как там чувствуют наши новые лошадки. Немножечко, может быть, поставим, переставим их в конюшне. И вы вообще, в принципе, увидите, что творится в конюшне у человека. У персонажа, который спасает только старых лошадей. А творится у него вот что в конюшне. Смотрите, это просто трэш. Все лошади старых моделек. И это еще не все. То есть, их будет очень много в будущем. Я точно скуплю всех старых андалузов. Всех старых фризов, арабов. Кто у нас еще самые старенькие такие. Тяжики тоже будут все. Хотя вы можете заметить, что у нее уже есть, допустим, фриз, андалуз. Поняшки некоторые есть. И лепецаны, да. А я, по-моему, всех же лепецанов спасла. Или не всех? Всех, да, все. Фух, я испугалась, я испугалась. Нет, я спасла всех лепецанов, которых убрали с конного этого фестиваля. Ой, так, сортировка папородий. Здесь у меня уже, как видите, стоят квотеры, ахалтикинсы, морганы, аполузы, лепецаны. Но давайте сейчас посмотрим... Вот мурабы. Нет, вот, да. Как же они будут у нас тут чувствовать себя и отдыхать. Как бы тебя поставить? Давай вот так поставим. Конюшню я пока не расширила, потому что зачем... Зачем расширять конюшню? Я и без этого могу обойтись. Ну и как вы тут, мои солнышки? О, прям очень хорошо, очень хорошо. Так, где, 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 где кофточка, в которой я бегала? По-моему, вот так. Я не знаю. Как вы тут поживаете? Серебряный ястреб. В итоге у нас теперь в конюшне появился. Безрассудная грива. Бархатная беглянка. И строптивый закат. Очень классненькие масти. Причем, даже если у меня будет две одинаковые масти, но различия будут в гриве, я, видите, все равно покупаю. Мне кажется, у меня уже даже есть похожая масть. Нет, пока что еще нету. Пока что еще нету. Медная карамель, она отличается. Нет, смотрите-ка, пока что дублей нету. Это хорошо. Но все еще впереди, так что да, обязательно дубли будут. Ничего с этим не сделаешь. У меня был бы дубль Моргана. Вот точно такой же Морган, только с коричневой гривой. Такой яркой, коричнево-рыжей. Я решила, что не буду его брать. Он мне вообще не нравится. Тем более, что масть, вот она, пожалуйста, с более симпатичной гривой есть у Мураба. И такая же история была с еще одной какой-то мастью. Там была желтая грива, старая желтая грива, которую я никогда не любила. Я тоже не купила. Так что да, к сожалению, двух Морганов я не купила. Но у меня там ИСКА еще в то время не хватало. То есть мне пришлось сделать выбор. Купить старкоинцы и купить всех Морганов. Но при этом вообще не испытывать любви к двум лошадкам. Или не выкупать этих двух лошадок. Но зато я была уверена, что мне хватит на следующую породу. Вот, пожалуйста, все четыре. Как раз Мураба у меня еще осталось. То есть все хорошо. Видимо, вселенная сказала, что так было нужно. Так что спасибо, что были со мной. Продолжим же спасать старых лошадок, которых убирают. И посмотрим, на какой же породе разработчики перестанут заниматься этим, назовем, ужасом и кошмаром под названием убирание старых лошадей. Ну а на этом все. Спасибо, что были со мной с аккаунтом Даши, спасительницей лошадей. Ну а на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Любите своих первых лошадей. Это чувство дорого стоит.